Привет всем друзья и гости канала! Мы продолжаем с вами играть в Cities Skylines, это у нас DLC After Dark. И я решил было вот здесь вот у нас, помните, да, мы думали с вами сделать ли здесь город или оставить коттеджным поселком. Я решил, что все-таки, наверное, пускай будет у нас такой вот полукоттеджный, полу такой вот деловой. Ну и я так думаю, что нам здесь нужно обозначить сам район и поставить здесь какие-нибудь такие вот политики, которые будут соответствовать этому району. Вот район у нас такой, как я уже сказал, полукурортный такой вот получается, да, но полуэлитный даже так вот как-то. Вот в соответствии с этим мы сейчас будем с вами делать политики. Так, это немножко лишнее. Я так думаю, что высокотехнологичные дома у нас тут пойдут и возможно... Так, это у нас самое большое, вот так вот. Вот, возможно запрет высоких зданий, но хотя вот у нас тут какие-то здания есть, да, уже, как бы их потом не начали сносить. Так, что у нас сейчас? У нас установка датчиков дыма, переработка отходов, повышение налогов для компаний в деловых районах и поощрение велосипедистов. По идее, здесь должны кататься велосипедисты, потому что дорожки есть. Так, хорошо. Давайте смотреть, что мы можем еще. Запрет домашних животных, курение, парки, оздоровительные зоны. Вашим парками и сквером будет завидовать вся страна. Средним увеличением и стоимости вокруг. Но бюджет на 20%, да, поддержка образования, школы достаточно. Жесткие сроки заключения, это туда мы с вами, там где у нас тюрьма есть. Так, а для коммерческих, для коммерческих высокой плотности давайте мы повысим немножко. Далее, что за свободный отдых? Ага, стабильную прибавку к развлекательной ценности. И повышение налогов для жилых районов низкой плотности, я думаю, что нужно тогда, когда у нас здесь будет достаточно парков. А вот высокотехнологичные дома мы с вами сделаем. Ну и старый город, да? А, нет. А будут ли здесь ездить тогда транспортные средства? Интересно, если мы с вами сделаем старый город. Только те, кто здесь работает. Да это слишком, по-моему, будет. Вот, поддержка малого бизнеса. Удваивает свои доходы коммерческие крупного планирования промышленных зумов. Так, ну вот как-то так. Сразу же видим, да, что начали апгрейдиться у нас здания. Низкая ценность земли. И вот как раз, чтобы побороть эту самую низкую цену земли, мы будем строить с вами еще парки. Побольше парков, хороших и разных. Площадка для пляжного волейбола. Пляжа нет, но площадка будет. Нужно размещать вдоль берега. А это? В принципе, это можно где-то здесь поставить. Туристический объект такой вот, да? Так, давайте смотреть, где нам больше всего нужно его поставить. Это может быть вот здесь вот, смотрите. И довольно-таки неплохо остановится. Ставим. Туристический объект. Сюда будут туристы приезжать. Но пляжный у нас получается вдоль дороги, да? Тоже неплохо, в принципе. Я бы где-нибудь вот здесь вот поставил, если бы была такая возможность. Хоть минимальная какая-то. На берегу. И тогда мяч улетает прямо сюда куда-то. Вот, ну или размещать вдоль дороги. Да, вот же. А, склон слишком крутой. Ну или где-то здесь вот. Да, вот так. Пляжный волейбол. Где пляжа, тут вообще нет никакого пляжа. Но, тем не менее, в волейбол можно будет играть. Так, ну и посмотрим тогда, как у нас увеличится или нет. И сразу же пошли с жалобой, да? Налоги слишком большие. Да мы только поставили эти налоги уже сразу же слишком большие. Как такое может быть? Ну ладно. А то еще низкая ценность земли, контора. Ну, по идее, должно повыситься в скорости, да? И сюда же мы посмотрим сейчас, может быть, какой-то из видов транспорта мы еще пустим. Может быть, вот железную дорогу все-таки нужно как-то пускать, да? Так, у нас здесь остановка, тут остановка. Там у нас ездят, здесь ездят. Интервал у нас правильный. Все у нас правильное. Бюджет, контроль. Так, хорошо. Я вот что хотел посмотреть по этому поводу. Посмотреть вот так вот, да? Что у нас с остановками? Ну, в принципе, мы видим, смотрите, 4 автобуса и немного народа, да, там отдыхает. Вот это вот самая загруженная остановка у нас, как всегда. Но 30 человек, может быть, как раз убежали только что. Так, пускай, пускай пока что будет так. Так, хорошо. Мы прибавляем людей. У нас следующая, как вы видите, ачивка, это будет 17 тысяч. И у нас осталось каких-то тут вот 700 человек. У нас будет солнечная электростанция. И еще один, еще один у нас тогда будет квадрат. Вот далее, вот сюда вот развитие. Я не вижу смысла развиваться. Мы будем развиваться с вами вот так вот, сюда. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все. И я знаю, что существует мод, который позволяет выкупать все 25 участков. Посмотрим, может быть, мы его и поставим, чтобы у нас город как-то так развивался в ту сторону. Дальше. Так, и я вижу также, что нам нужны срочно буквально. Офисные строения где-нибудь. Где-нибудь здесь. Также мне сказали, что в комментариях, что вот здесь вот запруженная у нас очень сильная дорога. Да, действительно, здесь у нас много светофоров. Давайте, наверное, со светофорами все-таки разберемся. Они здесь даром не нужны. Это я как мэр вам говорю. Мэру верить. А тут вообще светофоры лишние совершенно. Да и здесь то же самое. Я думаю, что разъедутся. Две, два автомобиля, которые тут ездят, разъедутся. Вот, а так получается, что стоят они здесь, на этом светофоре, на пустой дороге, да. Не такой плотный трафик, чтобы у нас тут светофоры были. Вот, а когда будет плотный трафик, тем более светофоры здесь не нужны. Вот, как ни странно это все звучит. Но, тем не менее, пока что вроде бы как в игре аварии не реализованы. Да, и мы видим, что свободно проезжают друг сквозь друга. Это, я понимаю, это минус реалистичности. Но тут реалистичности, так скажем, вообще минимум. Практически ее здесь нет. Этой самой реалистичности. Поэтому одной больше, одной меньше. Так, мы видим, что у нас вот здесь вот произошло... Очищение, да. И мы можем теперь это кладбище или снова-таки запустить, или выбросить. Я думаю, что мы его просто пока что выключим. Вот. Пока оно пускай вот побудет, да. Ну, в смысле того, чтобы потом случайно чем-то его не загородить. Вот. И я предлагаю вот это вот грязное пятно начинать освобождать, чтобы гетто мрачное у нас превратилось в гетто офигенно красивое. И будет это не гетто, а райский уголок какой-то. Вот мы видим с вами, да, что здесь вот потихоньку начали мы загрязнение убирать. Здесь вот немножко загрязнений есть. Ну, а лесная промышленность, как мы с вами знаем, не загрязняет. Ну, и вот, в частности, отсюда вот я тоже со свалки вывожу, все сжигаю, свалку мы полностью убираем с вами, и тогда вот этот вот кусок у нас очистится, и тогда люди, которые здесь постоянно, как вы видите, да, болеют, горожане болеют, и у меня просто сердце болит от таких проблем, как у мэра. Вот, и тогда вот эта вот часть будет постепенно зеленеть, постепенно трава там будет, птицы начнут возвращаться. Вот, коровы перестанут так сильно мычать. Ну, короче говоря, будет там хоть какой-то толк. Так, ну, а сейчас все-таки давайте мы займемся немножко промышленностью. Промышленность мы можем вот здесь вот делать, я ее предлагаю сельскую продолжать. Вот так вот как-то, да. Много слишком, наверное, тоже не нужно. Ну, вот как-то так. Посмотрим, что у нас здесь. Да, у нас сельская. Мы еще, помните, да, тогда давно сделали такой вот район. Видим, что у нас по политикам велосипедисты, как ни странно, да, чтобы на велосипедах домой, вернее, на поля приезжали. Высокотехнологичные дома. Какие там дома могут быть? Какие высокие технологии? Компания в деловых районах почему-то здесь у нас применилась. Какие деловые районы? Где здесь деловые районы? А, это на все, да? А мы вот только на это хотим. Вот, на это применилось. Но вот здесь вот немножко все-таки есть этих самых деловых районов. Может, да ладно, пускай будет. Не жалуются же, не жалуются. Городское планирование, опять-таки, да, дома. Ладно, пускай будут. И, собственно говоря, промышленные зоны. Давайте мы улучшим. То есть, мы будем какие-то суперкрутые закупать семена для сельского хозяйства. И будет удваиваться у нас урожай здесь. То есть, мы двойную, по идее, прибыль должны получить. Но посмотрим, как это будет реализовано. Так ли это или нет. Так, я хотел бы также проверить наши крематории. Дымят, работают. Смотрите, не покладая рук. Сжигают людей. Капец. Ну, что тут скажешь. Хотя, смотрите, не все, да? Может быть, не стоит так много их, а? Смотрите, 228. Это у нас мусоровозы, да? 228 мусоровозов. Зачем нам так много, если они так мало используются? Что-то непонятное. Так, ну-ка. 103%. Давайте мы уменьшим на 75 поставим. Так, вот, ночью пускай они вывозят больше, на 100% вывозят, а днем меньше. Посмотрим, как будут тут загружены у нас заводы. Может быть, какой-то из этих придется отключать. 16, 16, 2, 16, 11, 16. Вот один только работает нормально. Все остальные у нас как-то так... Может, вообще отключить? Давайте мы его вырубим. И все довольны. Потому что им больше работы. Так, хорошо, ладно. Может, и этот тоже отрубим полностью. Я понимаю, минимальная экономия, но как-то, ну, когда один мусоровоз выезжает, зачем нам 10 заводов, которые по минимуму работают? А вот кто работает хорошо, так это вот эти вот, да? Наши службы. Два из трех. 80 преступников на 500 номеров. Тут у нас такой вот отельчик неплохой. Среди зеленой зоны. Тот отель, в который никто не хочет попадать. Так, и я буду надеяться, что сегодня мы здесь все-таки... А что я выключил? Давайте же мы ее будем прекратить освобождение. Нет, как раз мы будем освобождать, а потом будем выключать. Вот, а вот это вот нам пока не надо. Так, ну что же, здорово. Наблюдаем европейский наш город. Все одинаковые строения. Два молодца, одинаковые с лица, да? Это вот о наших зданиях, сооружениях. И это наш... Что это у нас такое? Старый город, да? Что у нас за политики велосипедисты? Высокотехнологичное повышение налогов. Ну, в общем-то, пока я не вижу каких-то других специализаций у нас. Без специализации. Как без специализации? А почему без специализации? А, ну действительно, без специализации мы же с вами тут ее не поставили, да? Хотя, почему есть? Специализация на туризме у нас. Вот, насколько я понимаю, да? Или нет? Нет. Без коммерческой. Брать. На сфере развлечений. Да нет, это у нас жилая зона. Какая там сфера развлечений? И да, здесь действительно специализации нет. Ладно, согласен. Вот здесь вот у нас развлечения. Развлекает. И, собственно говоря, что у нас еще нужно, да? Немножко буквально надо коммерции. Большой, плотной коммерции. И вот здесь вот как раз... Я думаю, она пойдет у нас вместо мелкой. Вот так вот. Ну и все пока. Вот тут, может быть, немножко буквально, да? Можно сделать еще этой самой коммерцией. Больше я просто нигде не вижу, где бы без особых таких вот проблем шумовых мы могли бы с вами сделать эту самую коммерцию. Вот разве что в центре города. Но я хотел все-таки как-то то ли под парк его сделать, то ли под что. Ну вот здесь давайте сделаем. Я вижу. Между офисами вполне можно. Позволить себе поставить два коммерческих здания. Здесь у нас жилые здания. Вот тут что-то типа такого, да? Типа коммерции. Так, и, собственно говоря, вот так. Будем надеяться, что по коммерции мы все с вами решили. Так, проверяем мусор. Состояние сжигания отходов. Странно. То ли они не доезжают, то ли они... Объем свалок, производство отходов 171, утилизаторов 109 в неделю. То есть мы производим больше, чем сжигаем. Тогда почему же у нас не ездили все автомобили? Непонятно. Но включить, в принципе, не сложно. Проверим через некоторое время. И у нас буквально немножко остается до 17 тысяч. Давайте мы еще где-то построим... Поменяем коттеджи на большие строения. Да, где у нас тут еще остались? Вот, например. Они здесь уже не нужны. И таким образом у нас... Я думаю, что те 300 человек добавятся. Да, построилось, смотрите, да? Вот совмещенное такое вот интересное здание. Здесь ZEIT-экспресс какой-то. А здесь у нас непонятно что. Круто. Смотреть на все это вблизи. Пролететься. О, велосипедистки катаются. Как покрутило, а? Как заводная. Все и по тротуарам. В основном шастают. Но потому что здесь дорожек нет. Вечереет в нашем европейском городе. Но это никак не сказывается на количестве транспорта и на количестве пешеходов, по-моему. Так, ладно. Погнали дальше. Что там у нас прибавляется? Да, потихоньку прибавляется. Что у нас здесь? Видим, что, да, очень много нам нужно работников. То есть, в принципе, вот средняя потребность есть, но рабочих пока что нет. Никто не хочет идти работать в поля. Нужно как-то их заставить. Средней школы достаточно, да, побольше бы поставить. И тогда все захотят. Так, ну и я так думаю, что вот сюда тоже мы поставим еще немножко зданий. Вот тут, пожалуй, тогда поставим еще одну коммерцию. Потому как я вижу, что никак все-таки у нас не уйдет потребность в коммерческих зданиях. И здесь вот мы видим, что никак еще не заселятся, да. Хотя вот тут строят нормально. Так, хорошо. Вот тут вот целый район мы можем построить. И вот этот вот район, смотрите, полностью, практически можно пустить под деловую зону. Вдоль широченной дороги у нас деловая зона, а дальше пошли поля. Да, если мы сейчас посмотрим. Ну да, да, тут поля действительно, вот они. Поля, конечно же, лучше делать квадратные, не такие вот круглые. Да, тогда вот больше места у нас будет. Мы их сюда будем с вами увеличивать, вот в эту сторону. Но пока что смысла в этом нет, как вы видите, да. Сюда и так работников нет. Так, ну что же. Давайте мы немножко ускоряемся. Пролетаем буквально. Так, поехали. Пролетаем буквально по ночи. Ночь пропускаем. Смотрим на вот эту вот подсветку, мне нравится. Смотрите, там зеленая, там желтая, там какая-то голубого цвета. Круто выглядит, конечно же. Прямо охота. Как-то вот так вот, зайти поближе. Ну, настоящий, действительно, настоящий ночной город. И жизнь тут, как вы видите, да, кипит. Даже велосипедисты, и те включают фары. Вы видели, да? Круто. Так, народу много собралось. И там вроде бы как много. Но у нас четыре автобуса. Ездит. Вот приехал автобус и... И не захотели. Наверное, ожидают какой-то другой маршрут. Я так понимаю. Станция метрополитена вообще пользуется популярностью дикой, буквально. Местная достопримечательность. Ну, и здесь же у нас станция такси. Так, окей. Что у нас там? Середина ночи. Как раз для таких вот... Для посиделок, по-моему, в барах, в ресторанах, на детских площадках. Не, ну, действительно, смотрите. Середина ночи, а у нас как было... Как было людное, так и осталось. И это каких-то у нас... Погодите. Население 17 тысяч. А я, наверное, что-то прозевал, да? Как-то. Да, скорее всего, мы с вами прозевали, когда смотрели вблизи на это все, да? У нас прозевалось, что нам дали центр региона. Дальше уже столица. 28 тысяч. Но до нее, конечно, нужно будет дорасти. И, наконец-таки, у нас начнутся корабли. Порт и грузовой порт. И это просто прекрасно. Это уже действительно столица будет. Вот, я все никак не сделаю железную дорогу. Потому что, в принципе, пока что всего хватает, я пробок не вижу. Как известно, да, железная дорога разгружает все-таки. Трафик плотный. Но у нас такие широкие дороги везде, да? Что тут и разгружать особо-то нечего. Вот, конечно же, если мы вот так вот посмотрим, то увидим, что вот здесь вот у нас плотный перекресток. Но, опять-таки, мы видим, что справляются здесь с трафиком эти дороги. Вот тут даже вот такая вот узенькая все равно справляется. Вот самая такая плотная, да, часть здесь останавливается. Но, снова-таки, нет пробок километровых. Поэтому что-то менять я пока что не вижу смысла. И железную дорогу запускать нам совершенно с вами нет необходимости. Вот, это просто лишний расход. Другое дело, если бы, скажем, ездили у нас малолитражки, да, вот катались. Плотным строем, плотным табуном куда-то ездили. Тогда, да, тогда бы, нужно было бы, вот, скажем, пустить куда-то железную дорогу, электричку городскую, да, вот, скажем, сюда. Или метро сюда провести. Но, пока нет. Так, ладно. Это все-таки вот размышления интересные. Здесь вот мы место пока что вставляем для будущих каких-то решений. Возможно, какие-то у нас тут вот хорошие такие уникальные сооружения будут занятные. Например, кинотеатр. А? Наслаждайтесь новейшими блокбастерами и утонченным арт-хаусом с экрана кинотеатра. Я согласен. Я хочу. Это крутая штука. Вот, и она прекрасно впишется вот сюда вот куда-то. Ладно, пускай не прекрасно, но пишется. Или сюда куда-то. Вот так вот неплохо станет. Можно как-то развернуть бы ее, а? Че, она не разворачивается. Мало места. Ну, давайте вот так вот поставим. Кинотеатр в центре города. По-моему, неплохое место. Туристическое место у нас теперь будет. Оно, смотрите, отхватывает буквально, вот вы видите, да? Вот этот светло-голубой. Оно захватывает буквально весь город. Теперь у нас будут крутейшие блокбастеры. Там 4DX демонстрироваться. Универмаг также мы с вами можем построить. Уход 2,800. Так, сейчас у нас 12 тысяч. Торговый комплекс с широким ассортиментом потребительских товаров, рассортированных по отделам. Вода и электричество. Шум 75. Так. О, тут бы ему, конечно, стать классно было бы. Но он такой большой, что мы его практически нигде не сможем притулить. Это разве что... Слушайте, а почему не сделать вот в гетто, да? Смотрите, вместо вот этой вот хрени, грубо говоря, вот мы поставим сюда с вами вот эту. Универмаг. И потом это у нас будет, ну, такой вот торговый комплекс. Такой вот вместо гетто мы с вами сделаем крутой торговый комплекс с дорожками, с парками. И никто даже не вспомнит, что раньше здесь было вонючее гетто. Так, выключено. Давайте мы его убираем. Давайте мы это все сносим. Да, я хочу снести. Все сразу же опечалены. Вы сейчас обрадуетесь, потому что у нас будет уникальное сооружение. Универмаг крутой, который стоит диких денег. Но это того, наверное, все-таки стоит. Вот, построим мы его с вами где-то вот так вот. А еще лучше проведем кусок дороги. Если удастся. Ровненько не удастся, да? Так, но свалка пока что у нас что? Очищается. Как скоро она будет очищена? Вот после этого мы кусок дороги сюда проведем. И здесь у нас будет супермаркет, который мы сейчас прям построим. Вот, я понимаю, что это деньги у нас уходят. 150 тысяч он стоит. Но у нас с вами 800 тысяч, практически миллион. Круто. Мы можем позволить себе все, что сами захотим. Да вдоль дороги я же размещаю. Только что же. Ага, вот оно. Отступим немножко от будущей дороги. Вот так вот. Да, и ставим. Все возрадовались. Потому что, наконец-таки, эта грязная территория у нас будет потихоньку превращаться во что-то хорошее. Здесь рядом на входе, да, у нас этот супермаркет. Туда нужно будет пустить транспорт. Обязательно к нему. Посмотрим, что у нас есть. У нас есть метро туда ходит. И, возможно, даже стоит как-то сделать, может быть, вот так вот, да? Не создать новый, а немножко вот так как-то его сюда продлить. Как считаете? Небольшое такое вот продление, но к супермаркету мы будем подъезжать тогда. Нормально. Нормально. Так, а где-то здесь у нас остановка. И здесь у нас есть остановка. Вот, пускай тут еще одна будет. Две добавили к этому длиннющему маршруту. Ну, пускай будет, ладно. Так, тут у нас грязное. Стоит производство. Хорошо. И, конечно же, нужно возле нашего суперкрутого кинотеатра тоже остановку понаставить. Так, раз. И скажем... А, вот здесь вот у нас есть, да? А вот тут это у нас что такое? Куда у нас идет? Да давайте сделаем, а? Вот так. Чтобы подъезжали сюда и туристы, и местные жители, и смотрели кинопродукцию разную. Ну, а кому охота, пускай на такси отсюда выезжает. Здесь такси где-то рядом у нас. Отстой для такси. Так, ну что же, это здорово. Это уже... Это уже что-то. Вот это вот мне немножко не нравится. А так, зоны. Наши зоны... Затесалось сюда. Промышленность грязная. В чистую. Хазер сквер переименовываем мы с вами в... Да в лесной что-то думать долго, да? Лесной сквер. Он действительно у нас лесной. Стоимость средняя. Хорошо. И здесь, заметьте, да? Здесь уже, смотрите, темнота из-за горы. А здесь еще освещается город у нас. Такой вот приятный вид в нашем городе. Мне нравится. Потихоньку появляется инфраструктура. Потихоньку появляются новые жители. Да не потихоньку, а быть здоров. Подъезжают. И давайте мы очищаем это место. Вместо него тоже что-нибудь можем построить. Кстати, может быть, вот здесь вот универмаг можно было бы поставить. Да, но он шумный. Очень сильно все-таки. Мы что-то другое туда, не менее ценное, интересное втулим, когда денег добавится. Так, а что это у нас такое интересное? Фантастик фонтан. Шум 50, но зато он фантастический, этот фонтан. 1280. Новейшие исследования показали, что предложения руки и сердца, сделанные у изящно освещенных фонтанов, имеют 96% вероятность положительного ответа. Я думаю, что меня парни заплюют тогда. Мэра скажет, да ты что, я шутил. А она взяла и согласилась. Какого? Зачем мне такой фонтан? Я бы его вот здесь вот поставил, но он не ставится, к сожалению. А нужно ли нам такая суперкрутая здесь дорога, а, друзья? А если мы даунгрейд ей сделаем, то сможем ли мы тогда фонтан там поставить? Вот интересно мне знать. Я думаю, что в центре, ну, не нужна нам такая прям слишком уж толстая дорога. Что у нас тут такого с полосами для велосипедов? Чуток расширили. А ну-ка посмотрим. Нет, к сожалению, да? К сожалению, не станет. А так бы хотелось по центру города крутой фонтан поставить. Вот, ну, тогда мы этот крутой фонтан поставим обязательно, но где-то уже не в центре города. Может быть, вот где-то здесь, вместо кладбища этого. Да, тоже рядом. Тоже будет захватывать много у нас места. Или вот здесь вот, например. Да, места занимает действительно дофигища. И тут он, может, с трудом станет. Ладно, ладно, это интересно. Зоопарк 4000, стоимость 180. Я пока не готов такие деньги вкладывать, откровенно говоря. Особенно меня поражает уход. Символ страсти к шоппингу. Загрязнение 0, шум 25. Необходим для постройки адронного коллайдера. Вот, символ страсти к шоппингу, это вот сюда. В наше очищаемое гетто. А? По-моему, неплохо. Смотрите, ну-ка. Вот вам тут универмаг. Пока что посетителей, конечно, маловато. Но у нас вот, смотрите, мы завлекаем сюда туристов. Потом будем переносить вот эти вот здания, утилизационные заводы куда-нибудь подальше. С глаз долой. И сердце вон. А что у них так много шума? Говорят, что шумно, да? Почему? Офигеть, действительно шумно. Да вы сама сошли. Это у нас сельское хозяйство. Шумит с такой просто потрясающей производительностью. Так, ладно. Лесопильный завод у нас тут. Будем потихоньку мы сносить это дело. Это мне не нравится совершенно. Вот, давайте убираем. Раз уж мы взяли курс на превращение гетто мрачного в гетто офигенное, то, наверное, все-таки будем убирать потихоньку эти шумящие производства. У нас там вон есть, кому работать в сельском хозяйстве. Пускай переходят туда. Так, и вот здесь вот, наверное, тоже немножко, да? Так как у нас тут жилые дома, потихоньку будем сносить. Вот как-то так. Ну и понятное дело, что так как мы их сносим, то будем добавлять сюда офисы. Вместо слишком шумных зданий у нас будут офисы с вами стоять. Вот таким вот образом. Да и как-то оно смотрится, по-моему, лучше. Вот офисы и правильнее, да, вот все это смотрится. Ладно, это пока не будем. Вот здесь вот сто процентов нужен офис. Так, хорошо. Хорошо, опять же, ускоряемся. Немножко мы с вами подзабыли туристическую область, но она вроде бы как кушать не просит особо сильно. 7 тысяч, 700 на банковском счету. Отлично, работаем. Работаем, развиваемся, живем. Посмотрим по-быстрому, что у нас тут. Так, ну, здесь хорошо. Пожарные относительно хорошо. И проблема. Хьюстон, да. У нас есть проблема 194214. Да, действительно, это проблема. Давайте мы вот так вот решим ее. Таким вот образом пока что. Чтобы сюда добавлялась у нас электроэнергия. Вольем в общую электросеть. И, возможно, еще один сюда поставим. Вот, хотя я бы, наверное, все-таки вот это вот поставил бы, да. Ну и стоит недешево. Действительно, 80 тысяч, но она работает только, как вы видите, днем. Вот, она-то, конечно, классная. Но работает только днем. Вот, но я хотя бы ее хочу из-за того, что это супер навороченная, супер технологичная такая вот штука. И я понимаю, что с ней будет множество проблем. Скорее всего, я забуду, что она у нас вырабатывает только днем. И тогда ночью мы с вами сядем в глубокую лужу. Я забуду абсолютно, да, об этом. И, но я хочу, мне нравится. Солнечная вот такая вот электростанция. Это, если бы в моем городе появилась такая солнечная электростанция, я бы туда каждую неделю ездил смотреть бы на это все чудо природы. Чудо технологий. Вот, и хочу ее где-нибудь поставить. Ну, понятное дело, не в центре, где будут птицы. На лету умирать. А где бы, где бы, где бы ее так поставить? Где бы она нам нужна была, да? В сельском. А вдоль дороги. Да, и так я понимаю, что вдоль дороги. Но это сельская местность. Вот здесь вот хорошо бы ей стать. Она не будет никому мешать тогда. И, собственно говоря, будет к месту. Здесь у нас и так технологический такой вот район, да, получается. Ну, или, понятное дело, вот здесь. Где-то притулить. На берегу моря, да? Давайте, наверное, так и сделаем. Мы сделаем ее поближе к берегу моря. Там все-таки будет у нас туризм дальше развиваться. А здесь технологии. Погнали. Так. Дальше я понимаю, склон слишком крутой. А хватит ли нам здесь ее? Или нет, интересно. Для установки солнечной электростанции? Да, хватает. Но мы тогда сносим частично коммерцию. Не хотелось бы. Здесь, понятное дело, что нам не хватит, да? Так, а если мы сделаем финт ушами? Вот такой вот. Попробуем схитрить немножко, да? Вот так вот. Получится ли? Скорее всего, нет. Склон, наверное, все-таки будет слишком крутым для установки. Да. Здание нужно размещать вдоль дороги. Но здесь вдоль дороги оно не станет. А было бы идеально тут, конечно же. Так, ну этот кусок все равно пускай будет. Мы там что-нибудь допридумаем, может быть. Хотя тут ничего не придумаешь толкового. Ладно. Значит, тогда мы построим здесь. Так, я вижу тут у нас дорожка, да? Пешеходная. Так, если мы проложим. Вот таким вот образом сносится пешеходная дорожка. И довольно... Смотрите, да? Велосипед, наверное. Она довольно-таки популярна. Вот что интересно. Ну, извините, парни. Будет вам. Я не забуду ее, сделаю сейчас. Так. Ну и вниз. Собственно говоря. А вниз, говорят, склон слишком крутой. Нет нормальных склон. Такая вот занятная. Тут бы, по-моему, и этот кусок бы убрать. Ну-ка, давайте, наверное, уж разделать так делать. По-хорошему. Мы вот так вот продлеваем, да? Вот таким образом она по прямой идет. И дальше уже пойдет нормально. Вот так вот заворачиваем. Ну, вот такого вот образа. Хорошо? Да. Красиво? Да. Станет здесь солнечная электростанция? Нет. Не станет. Мало того, что дорожки мешают, так опять же у нас склон крутой. Но она здесь нигде не станет, по-моему. И, в частности, из-за этой самой дорожки, скорее всего, да, она и не становится. Нет, тут склон крутой везде, да? Все-таки нужна прямая линия какая-то. Так, ладно. Мы ее обязательно с вами построим. Я подумаю, где ее поставить так, чтобы она никому не мешала, но и в то же время, чтобы она была изюминкой нашего города. Все-таки высокие технологии в действии, что называется. Но это будет все в следующей части. Я буду на этом с вами прощаться. Всем спасибо за внимание. Удачи всем. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok